С четвертым сезоном «Пацанов», который подходит к своему завершению, обеспечивает шокирующую ценность и покидает история о масштабном Клиффхенгере. Когда он в конце концов вернется, есть в буквальном смысле так много разных направлений, в которых может рассказать история. Одна вещь, которую «Пацаны» подарили нам за эти годы, это полная и абсолютная кровавая баня, и я не думаю, что на этот раз все будет по-другому. Так что у нас есть время для теоретизирования. Поскольку, по-видимому, финальная часть не будет выпущена до тех пор, пока в 2026 году, я подумал, что дам свои теории и прогнозы о том, что произойдет в последний сезон, когда он вернется. Кроме того, я подумал, что также загляну в комикс и посмотрю, чем это закончится. Итак, давайте приступим. Вот объяснение теорий Питаве сезона «Пацанов». Чтобы вы знали, это видео будет содержать спойлеры. Таким образом, нынешнее состояние мира в «Пацанах» таково, что Хоумлендер, по сути, получил свое мечтать о Соединенных Штатах Америки, во главе которых стоял бы президент, который одобрял бы суперпревосходство. Сотни суперов подчиняются Хоумлендеру, имея власть над штатами и городами, где они действуют. Они стоят выше полиции и любых других властей. Это то, о чем Хоумлендер всегда мечтал. Мир, где суперы правят, превосходя людей во многом. Лично я думаю, что Хоумлендеру этого будет мало. Хоумлендер – крайне эгоистичная личность с огромными комплексами. Думаю, он в итоге убьет президента, как планировалось с Бобсингером, и когда суперы фактически будут контролировать страну, он займет пост президента Соединенных Штатов. Это будет спорно, но вряд ли кто-то сможет ему помешать. Так Хоумлендер станет тем самым воплощением США, которым он всегда себя считал. Безусловно, все шло к этому. Думаю, мы увидим довольно враждебный мир, в том смысле, что лагеря интернирования, которые будут частью второго этапа плана Сейджа, будут полностью функционировать и работать. Здесь, я полагаю, мы можем увидеть таких персонажей, как Хьюи, Мазер Милк и Френчи. Либо их могут держать в тюрьме строгого режима, который управляет убежище. Это может быть похоже на место, где держали Мари, Андре, Джордан и Эму в конце Джен-фи. Их или Камико будут держать где-то в подобном месте, потому что трудно представить, что Камико позволит свободно гулять или быть в лагере, откуда она легко сможет сбежать. Думаю, Хьюи сыграет важную роль в финальном сезоне. Сейчас я раскрою спойлер из комикса, ладно? Что касается парней, Хьюи — единственный, кто выживает в конце комикса. И я думаю, что это может быть так и в сериале. В финале четвертого сезона, когда Бутчер жестоко убил Ньюман и был весь в крови, на лице Хьюи отразились шок, отвращение и расстройство. Почти как в первом эпизоде первого сезона, когда он был в крови Робин. Этот момент показал, что он теперь посередине, и человек, которому он доверял, теперь делает то же, не заботясь, как супер и когда-то, когда Хьюи впервые столкнулся с ними. Это делает Хьюи настоящим человеком в истории, способным сопереживать и понимать истинное положение мира. Ведь он видел, как убили любимого человека, а также как убивал тот, кого он любил. К тому же он заботился о Ньюман. Хоть между ними были странные отношения «убью, если предашь», была искренняя забота друг о друге. Так что, думаю, это будет важно. Еще спойлер, в комиксе Хьюи убивает Бутчера. Возможно, это будет и в сериале. Хьюи напоминает Бутчеру младшего брата Ленни. В их отношениях всегда было что-то особенное. Бутчер может выйти из-под контроля и разрушить мир суперов, как Хоумлендер для людей. Думаю, Хьюи попытается остановить Бутчера. Ведь где-то этот цикл должен закончиться. Иначе Бутчер может умереть от болезни после выпуска вируса в мир. Думаю, Сила точно ударит Хоумлендеру в голову, и увидев Солдатика, отца, в капсуле сна в конце четвертого сезона, он, скорее всего, его освободит. У Хоумлендера нет равных по власти и силе, и это шанс для него показать отцу, что он сделал нечто чем, по его мнению, стоит гордиться. Солдатик хотел лишить Хоумлендера сил в финале третьего сезона, но Хоумлендер может это простить, чтобы иметь к кому обратиться. Солдатик также может захотеть отомстить и, возможно, попытается преследовать членов мальчиков. Как и Хьюи, Райан будет важной фигурой в финальном сезоне. В сущности, сериал сосредоточен вокруг него, так как ему предстоит решить, пойдет ли он по стопам своего отца, Хоумлендера, что мы видели в четвертом сезоне, когда он убил двух парней. Иуди или он будет больше созвучен с человеческой стороной в нем, стороной его матери, Бекки. Бутчер хотел спасти Райана, но убив Мэлори, он понял, что надежды нет. И похоже, что Райан стал для Бутчера просто побочным ущербом, особенно учитывая, что Кэслер захватил разум Бутчера и вышел на первый план. Думаю, основа финального сезона будет почти как гражданская война. Суперы против противников суперов. И, возможно, даже произойдет некий раскол среди самого населения суперов. Не все суперы ненавидят людей, у них могут быть семьи с людьми. И, видя, как они становятся гражданами второго сорта, могут встать на их сторону. Так что, вероятно, разразится гражданская война. Также верю, что Бутчер выпустит вирус в мир и популяция суперов начнет уменьшаться, делая среду еще враждебнее. С людьми будут плохо обращаться и убивать их, как и суперов. Но убьет ли Хоумлендера вирус? В комиксе этого не было. Вот еще один спойлер из комикса. В комиксе Хоумлендера убил Черный Нуар. Черный Нуар был мощным клоном Хоумлендера, созданным убить его, если тот зайдет слишком далеко. Бутчер убил клона после смерти настоящего Хоумлендера. Возможно ли такое в сериале? Возможно, но похоже, что шоу готовит противостояние Бутчера с Хоумлендером, или Райана с ним, что было бы поэтичным концом для Хоумлендера. Другой поэтичный финал. Солдатик лишает его сил, и он живет как обычный человек. Пройти путь от самого сильного супа к обычному человеку, тому, на кого он раньше смотрел свысока, поэтично. Я бы хотел увидеть такой конец для него. Что касается Эйтрейна, думаю, его история еще не закончена. Мы знаем, что он сбежал с семьей в предпоследней серии, чтобы защитить их. Но впервые почувствовав себя настоящим героем и сказав Мазерс Милку, что режим Хоумлендера никогда не исчезнет и будет неизбежен в любом уголке мира, это, я думаю, засело в голове Эйтрейна. Думаю, он прислушается к себе и вернется в бой с парнями, когда они найдут выход из плена. Мне нравится идея возвращения королевы Мэйв, но не знаю, как и возможно ли это. Она ушла в подполье, считается мертвой, и потеряла силы, так что если она не вернется сражаться с парнями, я просто не представляю, как это возможно. Что касается Эшли, она точно вернется. Мы видели, как она приняла Вивы в финале, и оно распространялось по ее телу очень тревожным образом. Либо она обратилась к Эйтрейн за убежищем, либо ушла в подполье, как пытались сделать парни. Глубина упомянул, что Эшли много знала до начала охоты на нее, думаю, ее силы могут быть похожи на способности сестры Сейдж, что даст преимущество парням, когда они воссоединятся. Итак, главный вопрос. Кто победит в финале? Ну, похоже, парни не следуют обычным сюжетным тропам. Однако я думаю, что добро победит, но цена этой победы будет невероятно высока. Например, Хьюи, вероятно, останется единственным выжившим из ребят, потеряв все, что любил. Робин, отец, друзья и даже Старлайт, если она заразится вирусом. Много жизней унесет борьба суперов за власть. Они уничтожат любое сопротивление. Думаю, многие хорошие суперы тоже погибнут, сражаясь за людей. Да, победитель будет, но, как в любой войне, потери будут огромны. Думаю, финал пацанов может оставить горький привкус, акцентируясь на смертях и полном разрушении, в котором окажется страна после президентства Хоумлендера. Добро победит, но останется ли вообще добрая сторона к концу? Финальный сезон шоу может развиваться по-разному, но вот несколько главных моментов, которые, я думаю, мы могли бы увидеть. Конечно, это все догадки и просто идеи, но посмотрим. Итак, вот вам теории о пятом сезоне пацанов. Если хотите больше видео о пацанах, например, разбор всего четверых сезона, нажмите на значок в верхнем углу или зайдите на мой канал, там вы найдете все эти видео. Так,